Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко и депутат Государственной Думы Иван Демченко побывали с рабочим визитом в Славянском районе. Парламентарии продолжают цикл отчетных мероприятий по итогам парламентского года. Свою рабочую поездку парламентарии начали с посещения градообразующего предприятия Славянского консервного комбината, занимающегося производством плодовощных консервов. Ассортимент насчитывает более 60 номинований. Вся продукция комбината поставляется в крупные федеральные и региональные торговые сети. Комбинат награжден знаком качества «Сделано на Кубани». Парламентарии также получили возможность оценить и проведенные работы по благоустройству Северного парка. Парк был выбран для благоустройства местными жителями в 2018 году. Непосредственно работы стартовали в 2019 году. Финансирование осуществлялось в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и государственной программы формирования комфортной городской среды. Общий объем вложенных средств составил почти 160 миллионов рублей. За два года здесь построены пять спортивных площадок, четыре детских площадки, проведено озеленение. После осмотра объектов законодатели встретились с активом района в городском доме культуры. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя ЗСК Николай Петропавловский, глава района Роман Сенеговский, председатель Совета муниципального образования Григорий Литовко. Обращаясь к собравшимся в зале, Юрий Брулачко рассказал об итогах работы законодательного собрания шестого созыва. В своем выступлении глава краевого депутатского корпуса коснулся темы законодательного обеспечения, функционирования отраслей экономики региона. Назвал принятые социально значимые нормативные акты. Одним из главных приоритетов депутатов шестого созыва стало создание правовых условий для работы промышленной отрасли. Губернаторам поставлена была задача добиться рывка в развитии нашей промышленности. Необходимо наращивать объемы металлургии, нефтепереработки, производстве машин и оборудования, пищевой промышленности. Также в числе приоритетов находятся отрасли, в которых сосредоточены субъекты малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день краевым законом о промышленной политике заложена права и основа для работы фонда развития промышленности Кубани. По 13 направлениям он предоставляет финансовую поддержку в форме льготных займов и оказывает информационно-консультативную помощь всем субъектам промышленной деятельности. На сегодняшний день капитализация фонда составляет практически 2 миллиарда рублей. Еще один из знаковых для Кубани законопроектов, принятый краевыми парламентариями, касался сельскохозяйственного сектора, в частности развития и поддержки животноводства. Среди новаций в 2018 году край стал первым субъектом страны, который принял закон о развитии животноводства. Закон позволил нарастить объем финансирования отрасли по сравнению с 2017 годом на 583 миллиона рублей. С момента перенятия этого документа, то есть он позволил существенным образом финансировать отрасль животноводства. И вот благодаря этим усилиям мы получили возможность в прошлом году поголовье скота увеличить на 10 тысяч голов. Это впервые в нашей истории. Кубань такого рывка не делала еще никогда. За 4 года краевым парламентом был принят 831 закон и 362 постановления. И безусловно, все они были направлены на улучшение жизни кубанцев. Говоря о работе по решению вопросов непосредственно жителей Славянского района, председатель ЗСК уточнил, что в краевой парламент от них поступило 84 обращения. По каждому принято решение. Уделил внимание Юрий Бурлачко и помощи, которую оказывают муниципалитету депутаты, представляющие территорию. Так в жизни района активно участвуют парламентарии ЗСК Виктор Чернявский и Роберт Паранянц. За 4 года по предложению парламентариев в помощь для решения местных вопросов района было выделено порядка 60 миллионов рублей, которые были направлены на ремонт учреждений социальной сферы, благоустройство территорий и материально-техническое обеспечение школ, детских садов, учреждений физической культуры и спорта, учреждений культуры, музеев и библиотек. И эта работа будет продолжена. На последней сессии мы переспределили 9,5 миллиардов рублей и все это практически направляется в социальную сферу. Я хочу особое внимание обратить на то, что Кубань развивается достаточно динамично и за все 4 года прошедшие. Ни на одной сессии мы не рассматривали вопрос о сокращении бюджетного финансирования. Ни на одной сессии. Только прирост, только дополнительное выделение денежных средств. О работе в Славянском районе по реализации депутатских полномочий рассказал депутат Государственной Думы Иван Демченко. Он назвал ряд приоритетных направлений, в числе которых поддержка медработников. В период пандемии участковые врачи были обеспечены автомобилями, а учреждения здравоохранения – жидким кислородом. Губернатор Кубань Вильямович возглавил штаб, меня включил в состав штаба. И мы с мая месяца, май, июнь, июль, август отдавали по 30, 25, 30 тонн кислорода каждый день. Жидкого кислорода, вы это понимаете, да? Охлажденного до минус 178 лет бесплатно развозили по больницам, по госпиталям ковидным. За прошедшие без малого 5 лет работы в округе. Благодаря помощи Ивана Демченко в нашем районе было сделано очень многое. Отремонтирован двухэтажный корпус Петровской участковой больницы. Был приобретен новый рентгенаппарат и УЗИ-аппарат. Построен клуб в Хуторе Водном. В детском саду Хутора Коржевского заменили окна. А в школу Хутора Голицына приобрели необходимую мебель. По наказу славянцев выделены средства на строительство храма в Хуторе Коржевском. Завершается строительство храма в Станице Черноярковской. Один из самых сложных и материально затратных вопросов, которые удалось решить, расчистить лиманы Жестерской и Маложестерской групп. Процесс очистки межлиманных соединений длился больше года. И эта работа будет продолжена. Отдельным парламентарий коснулся темы законодательной деятельности в Государственной Думе. Я лично отработал и участвовал в составе рабочих групп 12 законопроектов. 7 из них принят. Основной закон, который полтора года мы торпели над ним, это закон о виноградовстве и виноделии в Российской Федерации. Это закон, которого Россия никогда не имела с момента своей основания российского государства. После выступления законодателей жители Славянского района получили возможность пообщаться с депутатами и задать интересующие их вопросы. Финалом встречи стала церемония награждения ТОСовцев, успешно участвующих в развитии муниципалитета. Активисты получили памятный знак Законодательного собрания Краснодарского края за активное участие в территориальном общественном самоуправлении. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа.